В Ульяновской области обеспечены стабильные условия для комфортного ведения бизнеса. В том числе об этом говорили сегодня во второй день работы экономического форума, который сейчас проходит в Ульяновске. Объем инвестиций малых и средних предпринимателей в экономику превысил 50 миллиардов рублей. Вместе с тем, хорошие результаты достигнуты и промышленными флагманами региона. Об экономических достижениях Марии Сафронова. Здесь, в промзоне Заволжья, буквально несколько лет назад в прямом смысле гулял ветер по полям. Сейчас вихри тоже есть, но на пустующей земле, теперь уже в экономической зоне, возвышаются современные гиганты. Так, например, завод ДМГ «Море», по словам экспертов, не имеет аналогов в России. Это новая веха в истории отечественного станкостроения. Таких заводов в Европе буквально три. Где-то около двух, чуть, может быть, больше двух заводов в Америке. Еще порядка трех заводов в Японии. И все. И есть теперь один в России. Это хороший старт для зарождения новой, возобновляемой, новой теперь уже отрасли станкостроения. В Ульяновске работает и первый в России СНГ завод по производству автомобильных шин «Бридж Стоун». Не стоит забывать, что это и новые рабочие места. Сейчас на предприятии трудится порядка 500 человек. К слову, если говорить о суммарном потоке инвестиций в наш регион за последние десятилетия, то цифра уже превысила 600 миллиардов рублей. Конечно, мы очень высоко оцениваем эту работу, которая ведется в Ульяновской области. Это очень важно для нашего российского рынка, потому что пришли действительно технологии, которым будут обучаться в том числе и наш инженерно-технический состав, наши люди. Ну и по большому счету, если у этих компаний здесь сложится, мне кажется, они служат локомотивом для того, чтобы пришли и другие иностранные компании такого же масштаба. Развивается и наноцентр. В начале февраля на его территории появился новый современный корпус. Это большое здание с несколькими десятками помещений. Хребтом же экономики региона с давних пор является машиностроение. Так, градообразующее предприятие УАЗ в этом году запустил новую линию испытательных тестов автомобилей и построил 200-метровый испытательный трек. Легендарный завод модернизируется, повышает качество и, соответственно, выпускает конкурентную продукцию. Для того, чтобы продукция была конкурентна, есть несколько основных вещей. Это модернизация оборудования, это снижение издержек. Только тогда продукция может выпускаться качественно, а стоит, соответственно, для того, чтобы конкурировать на сегодняшнем сложном рынке. В конце прошлого года президент лично осмотрел современные модификации УАЗиков и трамваи, которые были представлены в промышленной зоне Заволжья. Гордость региона и авиационная отрасль. Совсем недавно свой первый полёт совершил новейший самолёт-топливозаправщик Ил-78М-90А. Изготовлен он на авиастаре. Это воздушное судно – первый специализированный самолёт-топливозаправщик, произведённый в России в постсоветский период. Также стоит отметить, что президентом России утверждён план увеличения доли гражданской продукции на предприятиях ОПК. Нам нужно добиться перехода на гражданскую продукцию, во всяком случае, в значительной части, обеспечив при этом её качество и конкурентоспособность. Руководители и весь коллектив предприятия должны подходить к выпуску гражданской продукции столь же ответственно, как и к выполнению гособоронзаказа. Как подчеркнул глава государства, только так можно решить стратегическую задачу – повысить к 2025 году долю гражданской продукции до 30% от общего объёма продукции ОПК, а к 2030 году – до 50%. Мария Сафронова, Вести Ульяновск.